Пришло время сказки. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись на эту мою новую рубрику для души. Сегодня сказка про любовь. Ирина Сёмина. Жаба. Начало сказки было вполне тривиальным. Пришла пора добру молодцу жениться. Взял он лук и стрелы, пустил стрелу, оперённую в белый свет, как в копеечку. Пошёл её искать и в конце концов забрёл на болото. А там, как водится, лягушка сидит, стрелу во рту держит, во весь свой лягушачий рот радостно улыбается. Блин, простонал добрый молодец, с тоской озирая свою суженую. Ну почему эти все сказки такие дурацкие? И чего бы стреле какой-нибудь королевне не попасть? Или хоть какой боярышни? Почему обязательно к жабе? Сам ты жаба, обиделась она. Я, между прочим, лягушка, да не простая, а царевна заколдованная. И стрелу я поймала. Так что бери меня в жёны, не сомневайся. Не возьму. За рта чёсто добрый молодец. Я себя не на болоте нашёл. Я, если хочешь знать роду знатного, богатого, привык ко всему брендовому и трендовому, мне невеста особенная нужна, чтобы и роду знатного, и фигура, и лепа, и лицом била, и финансы вела, и политез блюла. В общем, ты меня поняла. Поняла. Как не понять? Лягушка отвечает. Так я ж такая и есть. Ты меня на руки возьми, поцелуй, в дом приведи, женой назови. А я со временем шкурку-то лягушачью сброшу. И к красной девице обернусь. Да не простой, волшебной. Верной же женой тебя буду. Когда вляпаешься, выручу. Когда споткнёшься, поддержу. Когда загрустишь, приласкаю. Так это ж целовать тебя надо. С лёгким отвращением вспомнил он. А как же, хладнокровно подтвердила земноводная. Иначе как я трансформацию совершу? Эээ, ты мне голову не морочь, с досадой сказал добрый молодец. Читали, знаем. Сначала в доверие вотрёшься, к себе приучишь. Потом я в сердцах твою шкурку сожгу. А после ищи тебя в тридевятом царстве у Кощея Бессмертного. Да ещё и сражаться с ним придётся. Не-не-не. И ещё вот это. Не пугайся, народ. Это моя лягушонка в коробчонке едет. Оно мне надо. Перед людьми позориться. Жены своей стыдиться. Сам-то я в золочёной карете езжу. А это совсем другого класса коробчонка. У меня круг общения определённый. И перспективы заманчивы. А тут ты. Скажут, мол, дурак какой-то. Я недотёпа. Разжабу в жёны взял. Да мало ли что люди скажут, квакнула лягушка. Тебе ж не с людьми жить, а со мной. А я уж не подведу. Раз сказку читал, то и сам знаешь. Читать ты читал. Только вот не хочу я лягушку в жёны. И всё тут. Непрестижно это. Так что, прости, у меня другая сказка будет. Другая так другая. Покладисто согласилась лягушка. Моё дело предложить, а твоё дело выбор сделать. Ну, на нет и суда нет. В общем, иди с Богом. На мой век царевичей хватит. Долго ли, коротко ли, а время прошло. И появился добрый молодец снова на том болоте. Только лягушки со стрелой во рту не увидел. Видать, ускакала куда-то. Эй, царевна лягушка, суженая, ряженая, отзовись. Чего шумишь? Услышал он из-за спины. Обернулся, а там красная девица. Красивая, глаз не оторвать. Если тебе царевна лягушка нужна, так вот она, я, собственной персоной. Так вот ты какая, разинул рот добрый молодец. И впрямь царевна лягушка. Выходит, не врала. Я-то не врала, да ты-то не поверил. Ну, а как ты живёшь, добрый молодец? Да как живу, замялся молодец, как на болоте, сплошная муть. И всё больше засасывает. Что так удивилась царевна лягушка? Вроде ж у тебя перспективы заманчивые намечались. Откуда же болото взялось? Понимаешь, промашка вышла. Я как от тебя вернулся, стал себе невесту выбирать, чтобы всем моим высоким требованиям соответствовало. Ну, нашёл при дворе фигура, осанка, лицо, обхождение, происхождение. Всё как по писанному. В общем, царских кровей девица. Влюбился, добился, женился, а потом... Неужели Кощей украл, предположила красавица? Да нет, хуже. Понимаешь, она на людях-то красавица, а только дома окажется, сразу в жабу превращается. Это как? Как-как? До свадьбы царевна была, а вот после, как подменили. То ей не так, это не этот, и я всё время не такой. То каменьев ей совоцветных давно не дарил, то коробчонка устарела, то на балы выезжать не в чем. Рот разенит, глаза выпучит, вся от злости позеленеет и квакает, квакает, ну, форменная жаба. И так каждый день. А ты что? А что я? Я бы шкуру с жабью изжёг, только она ведь её не сбрасывает. Ты ж говорила, вроде ты волшебница, так подскажи, что делать-то. А я почём знаю, пожалуй, плечами девица. Если бы злые чары были, тогда, конечно, а так? Она у тебя, похоже, не заколдованная, а по характеру жаба. И ничего тут не поделаешь. Сам выбрал, сам и разбирайся. А как тут разберёшься, промолвил молодец? Я ей слова, она мне десять, я ей подарок, она мне мало, я ей кулаком посту, она мне сковородкой по башке, а потом ещё на меня жалуется жаба. Я уж и Кащея просил, укради, мол, я тебе за эту цену хорошую назначу. А он отказался, говорит, я в своё время от такой же и сбежал, по сию пору в холостяках пребываю, в чертогах своих от всяких жаб прячусь. Не повезло тебе, посочувствовала девица, только добрый молодец, всё равно придётся тебе самому выбираться, пути искать. В сказках ничего просто так не даётся, счастье ещё заслужить, выстрадать надо. Извини, если расстроила, а только ничем я тебе помочь не могу. Можешь, возросил добрый молодец, я вот знаю, что удумал, видать судьбы не миновать, разведусь я с ней, с жабой эдакой, а на тебе женюсь. Ты как, согласна? Нет, конечно, усмехнулась красавица, тот поворот судьбы ты давно миновал, прошёл он безвозвратно. Была тебе честь предложена, да не была востребована. Но-но-но, что значит миновал? Если по сказке, так ты и есть моя суженая. Ну да, было дело, только я давно уже не твоя суженая, я жена мужняя. Как это ты жена мужняя? Ты ж мою стрелу поймала, мою! Много тут вас таких стрелков, на всех лягушек хватает, и на царевин, и на простых. И меня моё счастье нашло, не миновало, так что пойду я. А ты возвращайся, добрый молодец, в ту сказку, которую для себя выбрал, исправляй то, что напортачил. Возвращай свою стрелу обратно, возвращаю твою стрелу обратно, и прощай. Бросила ему в руки красная девица, царевна лягушка, стрелу калёную, а потом, приподняв подол двумя пальчиками, поплыла прочь, и в одно мгновение с глаз скрылась. А добрый молодец ещё долго тупо смотрел на сломанную стрелу, что ему лягушка вручила, а потом бросил её на землю и сапогу придавил. Отказала, значит, не дождалась. Замуж она, видите ли, выскочила. Не подхожу я ей. У, жаба! Бормотал молодец, прыгая по кочкам болотным. Все бабы жабы, и за что мне, доброму молодцу, такие сказки выпадают, не пойму. Вот такой урок для нас сегодня в этой сказке. А в следующей будет очень интересная тема про прощение.